Здравствуйте! В эфире программа «В теме». С вами Елена Хворостенко. Один из самых обсуждаемых вопросов сегодняшнего дня – это, конечно, российско-турецкие отношения. Судя по наблюдениям, большинство туляков очень близко к сердцу приняли инцидент с российским самолетом на турецкой границе. И в этом нет ничего удивительного. Как-то совсем незаметно мы все стали воспринимать Турцию почти как одну из советских республик-сестер, может быть, даже ближе. Поэтому многие на Турцию просто от всей души обиделись. Ведь немолодые россиянки сотни часов провели перед телевизором, проливая слезы над героями душесчипательных турецких сериалов. Отдых в Турции давно стал восприниматься как нечто самой собой разумеющееся и привычное. Недаром по количеству принятых российских путешественников эта страна долго была на первом месте в мире. Только в прошлом году там побывали около 4 миллионов наших сограждан. А турецкие яблоки, мандарины и апельсины? А турецкие, пардон, шмотки, которые мы все охотно покупали из-за вполне приемлемого соотношения цена-качество? Но российский самолет сбили и теперь неизвестно, чем это для всех нас обернется. Пока как минимум отменяются поездки в Турцию. Так что любителям заграничного отдыха на море придется присмотреть свои планы и перетряхнуть кошельки, потому что в других странах может быть и лучше, но наверняка дороже. Кроме того, скорее всего надо приготовиться к грядущему подорожанию овощей и фруктов. В этом году их экспорт из Турции в Россию значительно вырос. Конечно, даже при полном прекращении поставок из этой страны мы не останемся без витаминной продукции. Ее повезут из других стран. Но опять-таки будет она значительно дороже. То же самое касается одежды и обуви для взрослых и детей, кондитерской продукции, станков и оборудования, даже легковых автомобилей. Ведь многие из них, в том числе Рено, производятся в Турции. А все это я к чему? А вот к тому, что сбили наш самолет и наша же страна готовится к грядущим неприятностям. В силу своей экономической несамостоятельности. Потому что своего-то нет. Хотя может и есть. Яблок, например, в этом году просто засилье. Но жаловались производители. Перекупщики давали за них такие гроши, что проще было наши отечественные яблоки выбросить. Потому что никто процесс сельхозакупок не контролирует. В общем, в свое время не контролировали, не поддерживали, не развивали. А в итоге мы имеем то, что имеем.